оставьте под салфеткой на 15-20 минут и хрустящая слоистая выпечка превратится вот в такие нежные шикарные пирожки посмотрите как расслаиваются слои и я хочу показать как они выглядят на среде вот такие шикарные слоистые пирожки с сочная начинка у нас с вами получила я надеюсь вам понравится наш рецепт вы будете готовить вместе с нами поехали привет с вами домашняя кулинария и сегодня у нас очередная выпечка из серии рецептов из ничего мы сегодня готовим потрясающе порционную выпечку для этого нам понадобится 500 граммов муки куда я добавляю пол чайной ложки соли и 300 миллилитров воды вода комнатной температуре на 500 граммов муки и 300 миллилитров воды я сначала руками смешают ингредиенты а потом переношу тесто на стол и замешивать тесто на столе я сейчас покажу как я это делаю ну а теперь переносим тесто на стол и замешиваем на столе до получения мягкого приятного на ощупь простое тесто ну вот посмотрите какое тесто получилось очень приятное на ощупь средней плотности тесто получилось теперь не оставляя тесто отдыхать мы будем его делить на части сначала вот так вот раскатаю в колбаску потом вдоль колбаски разделю тесто пополам ну и теперь каждую колбаску разделю на 4 части каждую часть теста мы должны будем вот так вот закатать колобок вот такой колобок у нас должен получиться вот таких 8 колобков у меня получилось а теперь я беру любую посуду на дно посуды немного смазать растительным маслом и каждый колобок вот так вот смазать масло и оставлю тесто на то время пока мы приготовим начинку масло сделает тесто более эластичным его легко будет вытягивать ну вот так смазали тесто в растительное масло и и вот так оставляем тесто в масле переходим к начинке а теперь мы переходим готовить начинку для начинки нам понадобится мясной говяжий фарш и овощи из овощей у нас капуста одна средняя морковь который придать приятную сладость нашей начинке и один средний рельчатый лук капусту я должна буду нашинковать вот на такой терке вы можете просто нарезать мелкой соломкой вот так мелко нашинкованная капуста она придаст сочность нашей начинки переношу нашу миску а теперь на крупной терке натираем морковь марку морковь также перенесем миску и нарежем мелким кубиком репчатый лук ну а также нам понадобится соль перец растительное масло для обжарки овощей мяса ну и любые пряности которые вы предпочитаете нарезали мелко луковицу а теперь берем сковородку в которой 3 столовые рост растительного масла переносим нарезанный лук в сковороду и будем ее обжаривать лук и морковь мы будем тушить вместе после чего добавим капусту и мясной парш буквально через две-три минуты мы сюда добавляем наш пар жарим до того как он поменяет цвет станет коричневым ну еще через одну две минуты добавляем капусту доводим все это до полу готовности и добавляем капусту капуста она придает сочность нашей начинке а теперь на этой стадии я должна буду обязательно посолить поперчить добавляем черный перец ну и сюда же добавляем пол чайной ложки паприки все это перемешаю и доведу нашу начинку при закрытой крышке довожу до готовности сюда можно также добавить мелко нарезанную свежую зелень ну и после того как все начинка будет полностью готова я добавлю буквально 50 грамм мелко нарезанные свежие зелени здесь у меня петрушка и несколько веточек кинзы ну вот посмотрите какая сочная начинка у нас получилось и в самом конце мы сюда добавляем свежую зелень а теперь оставим начинку остыть и перейдем к тесту все это перемешаем и оставляем остыть тесто в масле осталось уже достаточное время и начинка наша уже остыла мы берем каждый колобок теста и должны будем его раскатать вот так раскатали наше тесто а теперь у самого основания мы помещаем начинку а теперь эту начинку мы должны запечатать сначала в виде треугольника и вот так вот мы чуть-чуть приподнимая вытягиваем наше тесто и продолжаем заворачивать в конце у нас должна получиться круглая выпечка приподнимая и вытягиваем ну вот такая вот круглая слоистая выпечка у нас должна получить я вот в таком виде помещаю ее на противень и аналогично я буду поступать со всеми частями нашего теста вот так беру каждое тесто и и начинаю раскатывать и снова у самого основания я помещаю начинку и вот так в виде треугольника я должна буду ее запечатать и вот так чуть-чуть приподнимая вытягиваем тесто вот такой слоистый пирожок смешной овощной начинкой у нас с вами получается вещества две 7 и и и и и 2 Последний шарик теста я раскатываю сначала руками, а затем вот так скалкиваю, чтобы тесто было тонким. Для того, чтобы слои были выражены, вы можете еще смазать масло, но оно уже вот такое вот жирное. А теперь пирожки я чуть-чуть вот так должна буду приплюснуть и переношу их всех на большую противень и покажу, что я делаю дальше. Вот так выглядит наша выпечка перед тем, как отправить ее в духовку. А теперь я смазываю их желтком. Ну и вот так закончила смазывать яичным желтком наши пирожки. Ну а теперь как для вкуса, так и для запаха можно немного кунжутными семечками вот так посыпать. Это будет и красиво, и вкусно. Ну а после этого я отправляю в духовку при температуре 180 градусов на 30-35 минут. До готовности они становятся румяными и очень хрустящими. Оставим под салфеткой минут на 15-20, после чего они станут очень мягкими и нежными. А теперь я отправляю в духовку и потом покажу, что у меня получилось. Посмотрите, какая выпечка у нас получилась. Она сейчас очень хрустящая. Вот так она поднимается. Вот вы слышите, как она хрустит и какая она слоистая. Сейчас она очень горячая. Я оставлю под салфеткой минут на 15-20. И я покажу, какая она становится мягкая и нежная. Вот такие шикарные слоистые пирожки с мясом сегодня мы с вами приготовили. Я надеюсь, вам понравятся наши рецепты, вы будете его готовить. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, звоните в колокольчик, делитесь в соцсетях. Всегда ваше, всегда с вами Домашняя Кулинария. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok